Сергей. Да. Студент первой группы университета ресурсной медицины. Первая группа онлайн. Сергеем мы знакомы определенное время. Об этом рассказать тоже есть что. Приятно знакомы. Сергей в ресурсном оздоровлении уже не первый год. В двух словах о себе, Сергей, можете рассказать для тех, кто будет слушать, смотреть, просто о себе. В ресурсной медицине, наверное, года два, а массажеры продаю лет восемь. Сначала продавал массажеры, потом... Занимался в сфере здоровья лет восемь. Разные массажные оборудования. А потом встретился на ютюбе, как все нормальные люди, с Александром Малковым. Вот. И понял, что... А как же я, интересно, продавал-то массажное тепловое оборудование, не зная, зачем оно людям. И когда понял, вот, начал пользоваться сам, в первую очередь. Потому что, как бы, не пользовался никогда. Ну, если честно. Продавал и не пользовался? Да, продавал и не пользовался сам. Такой, не искренний продавец. Ну, это я потом уже понял. Ну, да. Я как клиент говорю. Так, ладно. И? Вот. И потом, получается, что понял, что оказывается, что массаж нужно делать каждый день. И, оказывается, понял, зачем его делать. И, собственно, всегда искал встречи, чтобы больше получить информацию. Мне очень захватило это. Ну, ты сам не доктор вообще или какое-то медицинское образование есть? Не, не доктор вообще. Ни разу? Ни разу не доктор. Все. Агроном. О! Ну, это близко, близко. Да, да, да. Так. И сегодня, вот, ты, скажем так, за восемь лет, вот, сколько людей там ставят твоими клиентами? Примера цифра есть? Ну, примерно. Ну, примерно. Плюс-минус. Ну, вот, примерно за этот год только. За этот год у нас есть база с 16 тысяч человек. За год? Да. 16 тысяч человек? Да, да. Ну, это те года были поменьше или такие? Это просто, ну, не считал, не вел базу. Ну, это впечатляет. Это лично меня впечатляет. Ну, много. Оборудование не выдерживает. А ты же, у тебя еще есть сотрудники? Да. Ты же руководитель? Да. Да. То есть, ты еще, у тебя, ну, как в управлении есть люди, которые тоже этим занимаются? Ну, так получилось, да. Да. То есть, влияние, скажем, твое в этом мире ресурсного оздоровления, оно значимо? Да. Хорошо. Окей. Как вот в университете мысль появилась вообще? Мы только открыли университет. Честно говоря, ну, я долго мечтал об этом. Готовился там, оно в разным, в разным кусочками где-то было. Ролики, книги, обучение, там, клиенты, сопровождение. Сейчас это вот университет. И тут раз смотрю, Сергей Илюшин. О-о-о. Попался. Молодец. Он был самый первый в рядах. Он именно ждал же. Ну да, да, да. Когда ты родился. Это у тебя навык после службы? Ты же ВДВшник? Да. Мало кто об этом знает, но я знаю, и то не от тебя узнал. Я узнал от твоего друга, от Алексея Кальчика. Ага. Ну да, он же ж тоже. Мы же вместе, агрономы вместе. Да, да, да. И ВДВшник. У тебя навык оттуда такой. Долго ждал, ждал, ждал и раз. Опа. Есть. Ну, я так понял, что все зависит от того, что если ты видишь возможность, ее нужно хватать и нельзя отпускать. Вот как-то, вот мне кажется, от этого все зависит. У тебя такой навык, ты так решил, ухватился, пошел. Я так увидел, да. И получается, вот увидел именно это. И начал этим пользоваться. То есть я понимаю, что на сегодняшний день сфера здоровья, она очень-очень актуальна. Люди понятия не имеют вообще. Вот вообще. То есть темный лес. То есть люди, которые приходят, я смотрю, они понятия не имеют, что они не имеют понятия даже. Ну да. Неосознанно некомпетентность. Даже их знают. Что они не знают. Да, да, да. Ну вот ты пришел учиться в университет на первую группу. Уже восемь сессий прошло. Задания выполняли. Я там немножко был злой. Я студентам строго. Экзамен сейчас пошли, вот пишут. Ты же тоже пишешь экзамен. Да, уже пишу. Ну и как твои ожидания? Вот как твои ожидания? Ну, у меня появилось больше эмоций. Это говорит о том, что я получил больше, чем ожидал. То есть ожидал я, ну, даже не знаю, чего ожидал, но чего-то хорошего. Потому что… Ну, новой информации какой-то. Систематизации, может быть. Ну да. Ну, как бы больше не информации, а больше как-то, чтобы оно было конструктив какое-то. Вот, чтобы оно было все вот четко, понятно. Вот. И по полочкам. Вот. Это то, что я получил. Первое, второе то, что я получил – это я начал, выполняя домашнее задание, вот. Начал получать свои собственные результаты. Что, собственно, очень тяжело сделать. Для себя. Да. Тяжело сделать что? Тяжело заставить себя собой заниматься. То есть бегать по утрам, там, спортом заниматься. Всегда тяжело, когда нет подотчетности. То есть если есть выбор делать – не делать, то, конечно, выбираешь – не делать. Да. Вот. И получилось что? Получил очень много результатов как таковых. Вот. И очень доволен. Вот. Вот. Очень довольный. Угу. Лично, значит, эмоционально так дисциплинировался, личные результаты. А как коммерсант, как бизнесмен, как предприниматель, вот в этом плане, есть ли ценность такого обучения? Что понимаешь? Ну, конечно же, есть обучение. То есть я принял просто для себя решение заниматься этим, ну, навсегда. То есть вот принял решение. А если этим заниматься навсегда, то этим надо заниматься. Нужно учиться, развиваться, чтобы быть экспертом, специалистом. Вот. И получается, что, что я видел, когда я прихожу в магазин, к примеру, то есть у меня есть сотрудники, которые тоже работают. Вот. В магазине. Ихний рынок – это конечный клиент. Мой рынок – это мои партнеры, да, то есть мои продавцы. Вот. И, ну, на сегодняшний день практически у всех продавцов, то есть которые есть на сегодняшний день, это где-то человек 15 работают, практически у всех есть оборудование дома, и они все пользуются. То есть я практически всем продал, и все пользуются, получают результат. Вот. И что я увидел? Когда я прихожу к конечным клиентам, в магазин просто захожу, и сажусь с человеком, вот, и всегда есть что сказать, и меня просто облепляют они, то есть не отпускают, всегда ждут, вот, по всем магазинам. Почему? Не потому что я такой красивый, потому что я знаю, как решить их проблемы. Вот. Вот просто подсказываю, просто рассказываю элементарные вещи про их здоровье. И все. То есть это очень. У тебя есть информация, она структурирована, и у тебя есть свой личный результат. Да, да. А личный результат вот в чем? За 60 дней что добавить? Значит, результат. Вот. Какой результат? Первый результат это, как я вот, скажем, понял, что. Я понял, что свое состояние, к примеру, для меня важно состояние утреннее, вот как я проснусь. Угу. Вот. И мой график работы или темп работы, он требует от меня постоянно хорошего настроения, уверенности, энергичности, вот всего такого хорошего. И когда я раньше, к примеру, до обучения, я раньше утром просыпался, и я раз просыпаюсь, такой думаю, так, какое у меня сегодня настроение? Хорошее, плохое. То есть было что-то, на что я не мог влиять. Ну, как вот повезет. Вот. Проснулся, не очень хорошее настроение. Ну, и как бы приходится себя раскачивать. То сегодня, что я заметил, я могу планировать и ожидать четкого, конкретного результата. К примеру, я знаю точно, как я проснусь утром-завтра. Почему? Что мне помогло больше всего? Вот больше всего помогло. Я начал топтаться на вот это второе сердце, начал топтаться до посинения. Ну, где-то полчаса, серьезно. Вот полчаса. И я понял, что все мои беды были от того, что я реально засыпал в стрессе. Со стрессом. Не управляю. Я просто утром просыпаюсь, я чувствую, что вот это хроническая усталость. Я пытаюсь себя раскачать, разогнать. На меня это получалось, там кофе попил, там. Но не то. То сегодня я научился выключать стресс. Надо. Просто выключать. И я начал отдыхать. Когда я отдохнул, я прихожу, я рад видеть своих сотрудников, я рад видеть клиентов, детей. Все хорошо. Тут вообще просто, вот сколько это стоит? Вот. Аппарат есть. Седра. И был. Ты его уже купил. Ты уже им пользуешься. Ну ж, горе было в чем? Ты пользовался не 30 минут вечером, а 10 или не всегда? Не всегда, Даш. У меня не было вот этого конструктивного знания, которое я получил. И не было вот это вот, значит, обязательно выполнение домашнего задания. Вот обязательно. То есть, когда я начал просто брать и это делать, не думать, делать, не делать. Сначала я понял, что есть стресс. Что если ты, к примеру, ну лег спать и заснул, и в стрессе, а что такое стресс, как я понял? Это организм мобилизировал. Постоянно. Он почему-то готов. Готов куда-то бежать, готов защищаться, что-то готов. Да, да, да. Он не готов ко сну. Да. Он готов именно опять покорять, что-то делать. Да. И получается, ты как-то спишь, но спит, наверное, как-то, я не знаю, что спит в этот момент. Ну, кора спит. Да. Кора может спать, а подкорка, она в это время должна техобслуживание проводить, а она... Да. Видимость есть, а сути сна нету. Вот. И просто бомба. Потом начал, что я делать? У меня есть и кровать, у меня есть и кресло. У меня все есть, получается. И я всем начал пользоваться интенсивно. Вот. То есть подключил все массажеры, и я понял, что оказывается, оказывается, я могу влиять на свое состояние утром. Дневное состояние. Делай это вечером. Я это делаю вечером, и я утром знаю точно, вот как солнце сходит, я точно уверен, я точно знаю, что я проснусь отдохнувший, энергичный, полный идей, минус завтрак. Это вообще крутизна. Просто я до обеда, у меня куча идей, куча вот всего. То есть, как бы, вот полноценный человек, получается. И так просто, и вообще, я очень рад. То есть, короче, ты не разочаровался? Да. Я хочу, чтобы все мои сотрудники не учились. Получил больше. Да. Ну, давай вопрос такой вот сегодня Андрей из Красноярска рассказывал. Я хочу спросить. Он, как бы, сам сказал, как по-твоему, вот если бы ты такой курс продавал, сколько бы он должен был стоить? Ох. Ну, вот такой курс, если, к примеру, для, ну, я не знаю, это бесценно. Сколько стоит? Ну, вот сколько, я не знаю, сколько стоит. Вот сколько стоит тебе? Вот я, вот мой день, например, вот мой день. При том, что аналогов нет, при том, что это эксклюзивно, это понятно. Ну, вот ты заплатил, кстати, взял не самый непростой пакет, ты взял сильвер пакет, там есть бонусы свои. Ну, вот за сильвер ты заплатил там, по-моему, что-то 200 с чем-то, да? Ну, сказать, ну, я не знаю, ну, тысячу долларов сказать. Тысячу он может стоить? Да, конечно, может. Он много стоит. Эта информация, ее невозможно как-то оценить. Ну, нет, недостаточно. Ну, то, что даже в четыре раза, вот, он должен стоить дороже, это вот доста... Это к тому, что, ну, там, по-всякому, я тоже, знаешь, не хочу выглядеть, как бы... У американцев 10 тысяч долларов, у них курс другой. Понял, понял. Хорошо. С университетом будешь прощаться или будешь оставаться? Нет, нет, не дождетесь. Я этого ждал очень долго. И я просто, у меня столько, вообще, планов, перспектив. Это же не просто, ну, это же нужно. Я теперь захожу, например, в парикмахерскую зашел. Стою, смотрю, парикмахер явно не допивает воды. Явно, вот, налицо все это. Вот, люди просто понятия не имеют о своем собственном здоровье, просто о том, что есть ресурсы, никакого абсолютно. Это нужно всем, как... Да. Класс. Ну, значит, что, будем развиваться? Да. У нас... Мы же тут думаем про партнерскую программу. Потому согласны развиваться. 7 миллиардов людей нас ждут. Подельно. Хорошо, спасибо. Сергей Илющин, ВДВшник, предприниматель, успешный человек, который сегодня может день запланировать с вечера. Да, да. С университетами и собственными институтами. Спасибо, Сергей.